Сегодня мы продолжаем изучать тему изменения имён существительных по падежам. Давайте сначала послушаем Ивана Ивановича. Он расскажет нам, что такое падежи. Имена существительные изменяются по падежам или склоняются. Изменение окончаний существительных по вопросам называется склонением. В предложении слова связаны друг с другом по смыслу, поэтому они встречаются в формах разных падежей, то есть с разными окончаниями. Прочитая предложение, обрати внимание на то, как изменяется слово «весна». Наступила весна. Солнце весны радует всех. Все рады весне. Мы любим весну. Люди любуются весной. Зимой мы мечтали о весне. В русском языке шесть падежей. У каждого из них своё название, свои вопросы и свои окончания. Чтобы правильно определить падеж имени существительного, нужно знать вопросы падежей и слова-помощники, которые помогут определить падеж. Именительный падеж — кто, что. Родительный падеж — нет кого, чего. Дательный падеж — дарю кому, чему. Винительный падеж — вижу кого, что. Творительный падеж — любуюсь кем, чем. Предложный падеж — думаю о ком, о чём. Ты заметил, что у имени существительного в именительном падеже нет слов-помощников. Именительный падеж единственного числа — это начальная форма имени существительного. Имена существительные в именительном падеже отвечают на вопрос «Кто?» или «Что?». Лиса, волк, сестра, весна, куст, озеро. В предложении имя существительное в именительном падеже является главным членом предложения, подлежащим. Винительный падеж имени существительного отвечает на вопросы «Кого?», «Что?» и употребляется с предлогами «За», «В», «На», «Про», «Через». Существительное в винительном падеже часто бывает по форме похоже на существительные в форме именительного падежа. «Что?», «Стул стоял возле окна», «Кто?», «Ученик увидел стул у окна». Имена существительные в винительном падеже являются в предложении второстепенными членами. При определении падежа имени существительного в форме винительного падежа лучше всего пользоваться двойными вопросами «Кого?», «Что?». Ученик увидел «Кого?», «Что?», «Стул у окна». Определить существительное в винительном падеже помогает слово «помощник» – «Вижу». Вы прослушали информацию Ивана Ивановича. Теперь давайте выполним следующее упражнение. Нам нужно определить падеж существительных. «Дерево упало с треском». Для выбора нам даны два падежа – «Именительный падеж» и «Винительный падеж». «Именительный падеж» отвечает на вопрос «Кто?», «Что?». И имеет слово «Помощник» – «Вижу». «Вижу кого?», «Что?». «Дерево упало с треском». «Что?». «Дерево». В этом слове, в этом предложении слово «дерево» находится в именительном падеже, так как оно является подлежащим. «Дерево что сделало?» «Упало». Грамматическая основа «дерево упало». «Срубили дерево на дрова». Слово «дерево» нам нужно определить падеж. «Кто-то срубил дерево». Подлежащего в этом предложении нет. «Вижу кого?», «Что?». «Дерево». Это «Винительный падеж». «Косили траву на рассвете». «Кто-то косил траву». «Косили кого?», «Что?». «Траву». «На вопросы кого?», «Что?» отвечает «Винительный падеж». «Осенью трава пожелтела». «Что?». «Трава». «Трава что сделала?» «Пожелтела». В этом предложении слово «трава» является подлежащим. «Подлежащим». «Подлежащим». «Подлежащие» – это «Именительный падеж». «Трава пожелтела». «Грамматическая основа». «Корабль причалил к берегу». «Что?». «Корабль». «Корабль что сделал?» «Причалил». В данном предложении слово «корабль» – это «подлежащие». Отвечает на вопрос «что?». «Именительный падеж». «Дети нарисовали что?» «Корабль». «Тут есть подлежащие дети». «Дети что сделали?» «Нарисовали». «Нарисовали кого?» «Что?» «Корабль». В данном предложении слово «корабль» находится в «винительном падеже». «Иван взял карандаши». «Кто?» «Иван». На вопрос «кто?» у нас отвечает только один падеж – «именительный». А здесь нам нужно определить слово «карандаши». «Кто?» «Иван». «Иван что сделал?» «Взял». «Взял что?» «Вижу кого?» «Что?» «Винительный падеж». Слово «карандаши» находится в «винительном падеже». «Карандаши» пригодились на уроке. «Что?» «Карандаши». «Что сделали?» «Пригодились». В данном предложении слово «карандаши» находится в «именительном падеже», потому что они являются словом главным, подлежащим. Задание. Спешите эти предложения. Там, где слово находится в «именительном падеже», найдите грамматическую основу, подчеркните. Слова, которые находятся в «винительном падеже», подчеркните. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok «Дlya Мужчина- concluded». «Для Э milyş dicة innocentポитерvelы". «ежи пол юрия шрифт» Продолжение следует...